Победой дагестанских сандеистов завершился международный турнир в памяти обладателя Кубка мира Юнуса Гусейнова. Награды в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева оспаривали более сотни спортсменов. В одной из весовых категорий был разыгран главный приз автомобиль Лада Гранта. Обо всем по порядку мой коллега Курбан Рагимов. Лучшие в России чемпионы Европы и мира. Конкуренцию хозяевам турнира составили атлеты из Азербайджана и Казахстана. Однако борьба за золото на помосте в основном развернулась между воспитанниками местных спортшкол. Статус и уровень этого турнира растут из года в год. Четыре раза соревнования проводились в спорткомплексе имени Курамагамеда Курамагамедова. Но в этом году организаторы решили переместиться в более комфортный и просторный дворец спорта имени Али Алиева. Ураховский зал тоже очень красивый зал, эффектный зал. Но чтобы уже к уровню международного переходить, мы должны были какие-то ходить. И тем более в этом году Министерство спорта дало нам поддержку. Мы сандаисты со всех клубов республиканских объединились и хотя бы один турнир проводим такой серьезный. И его можно назвать самым лучшим в Европе. Это не мое мнение. Это мнение, будем говорить, таких как Аксакалов, Магамайев, Чаптиев, Чатанов. Чемпионы мира наши сандаисты, которые ездят по всему миру. Восемь финальных боев и в каждом из них своя интрига бойцы показывают бескомпромиссные поединки. Накал страстей высок как на татами, так и на трибунах. Среди зрителей вся бойцовская элита Дагестана, именитые спортсмены и тренеры. Пятикратный чемпион мира Муслим Салихов признается, что и сам бы не прочь выйти на помост. Уже перешел в профессионалы, у меня больше уже другое русло, поэтому не выступаю. А так бы, если бы я был в Санда, обязательно выступил бы здесь, даже и в этом году выступил бы с удовольствием. А нет планов в Санда продолжить в следующем году? У меня контракт с UFC, я не имею права там где-то выступать. Я выступаю в UFC пока, потом дальше видно будет, может вернусь обратно в Санда. До 40 лет я имею право выступать. В основе Ушу Санда яркая работа в стойке и перевод соперников партера. Владев этой базой, восходящая звезда UFC, забит Магомед Шарипов, покоряет сердца фанатов в лучшей Лиге мира. Я очень самодельствую в этом спорте. Ушу Санда – это моя база, которая вырос в этом спорте, если можно сказать. Я дрался позапрошлым годом, на этом туре всегда были такие зрелищные бои. Побольше турниры делать. Спасибо организатору, кто это организовал. Очень хороший турнир. Каждый год я организую. Спасибо всем, кто поддерживает, помогает этому турниру. А так, я считаю, нужно побольше внимания детям. Они многие переходят на олимпийский вид, а не олимпийский вид, они остаются в стороне, никто не замечает. Кульминация турнира – поединок за первое место в весе до 70 килограммов. Богатыр Казанатов против Али Долгатова. Классическое противостояние Школ Возрождения и Пять Сторон Света не оставило равнодушным никого. В этом упорном бою побеждает махачкалинец Казанатов. Ключи от новенькой «Лады Гранты» спортсмен передаст отцу. «С соперником я первый раз встречаюсь сам, а так я его знаю давно. Ну, не легко было, конечно. Что еще сказать? Да, 11,5 килограмм скинул. Все ради машины, брат. И чтобы обрадовать своих братьев, которые здесь пришли меня поддержать. Клуб Возрождения – большое спасибо им». В остальных весах призерам вручили денежные премии. Больше всех наград по итогам турнира оказалось у спортсменов из Дагестанского центра боевых искусств. Есть медали в активе сандеистов из Карабудах-Кента, Халимбекаула и Чеченской республики.